Имя Евгения Миронова не часто мелькает в светских новостях, не вспоминается в связи с громкими скандалами, если конечно не принимать во внимание фейковую новость по поводу его гей-брака с другим известным артистом Сергеем Астаховым. Миронова не зовут в модные комедии или нескончаемые ситкомы, он все равно откажется. И несмотря на это, он остается одним из самых интересных и востребованных актеров современности, популярность которого растет из года в год. Его герои умные и интеллигентные, возвышенные и аристократичные, и многие не верят, что этих персонажей воплощает на экране артист, имеющий самое что ни на есть пролетарское происхождение. Слава и первая зрительская любовь пришли к Евгению Миронову после съемок в картине «Любовь», где он впервые в своей жизни сыграл главного героя. Родной город Евгения Миронова, Саратов, в котором он родился, 29 ноября 1966 года, в самой обычной рабочей семье. Детство и юность Жени прошли не в самом Саратове, местом жительства семьи был небольшой военный городок под названием Татищева-5, затерянный на просторах Саратовской области. Впоследствии его переименовали в Светлый. Военгородок стоял обособленно от других городов и поселков, поэтому был, что называется, оторван от мира. В нем текла своя, неторопливая жизнь, далекая от цивилизации и культуры. В такой своеобразной изоляции от искусства было достаточно трудно развиваться творчески, и поэтому привить детям любовь к искусству считалось большим достижением. Папа Евгения, Виталий Миронов, работал обычным водителем, мама Тамара Миронова, сразу трудилась продавцом в магазине, потом устроилась на завод по изготовлению велочных украшений. Прямого отношения к миру искусства родители не имели, хотя посещали самодеятельность, в доме с гостями, часто пели и плясали. Именно поэтому и удивительно, что сын Евгений и младшая дочь Оксана оказались очень творческими людьми и оба сделали успешную карьеру. Дочь – известная балерина, сын – заслуженный, а впоследствии и народный артист РФ. Все началось с того, что мама отвела Женю в музыкальную школу учиться играть на аккордеоне. Таким образом она хотела вырвать его из серых будней и очень своеобразно обеспечить будущее. Практичная женщина решила, что когда сын вырастет, будет звездой на свадьбах, а это и почет, и хорошие деньги. Но Женя уже давно для себя все решил, он знал, чего хочет в жизни. Он хотел попасть в класс фортепиано, но пришлось заниматься на нелюбимом инструменте. Миронов мечтал о сцене, поэтому много времени уделял художественной самодеятельности. Парень понял, что именно этим он хочет заниматься всю жизнь и по окончании восьмилетки уехал в Саратов. Там он успешно поступил в театральное училище. Оксана тоже училась в Саратове в хореографическом училище. Вскоре преподаватель поняли, что девушка несомненно талантлива, и добились ее перевода в Ленинград, где она стала заниматься в Академии балета. После успешного завершения обучения Оксану Миронову приняли в труппу Академического театра классического балета. Вскоре Евгений Миронов тоже покинул Саратов. Получив диплом училища, он мог бы пополнить труппу местного тюза, но решил продолжить учебу и отправился в столицу. Парень был увлечен творчеством прославленного земляка Олега Табакова, и именно у него молодой артист решил учиться дальше. К Табакову Миронов отправился прямо с вокзала и вскоре предстал перед ним с чемоданом и шапкой-ушанкой на голове. Он остановил метро прямо в дверях, сказал, что он артист, приехал из Саратова и хочет учиться только у него. Табаков слегка опешил от такой провинциальной наглости, но сказал, что даст распоряжение преподавателям прослушать упорного юношу. Несмотря на протекцию Табакова, педагоги не высказали восхищение талантами Миронова и были против его зачисления. На выручку пришел авангард Леонтьев, который дал парню две недели сроку, чтобы подготовить сценку и попробовать свои силы еще раз. Установленный срок прошел, Евгений показал достойный уровень и сходу стал студентом второго курса школы-студии МХАТ, попав в мастерскую к Табакову и Леонтьеву. Годы студенчества пролетели быстро, и Евгению приходилось частенько голодать, но он был абсолютно счастлив. Его поселили в комнату к Владимиру Машкову, который славился своим несносным хулиганистым характером. Парни как будто дополняли друг друга, с одной стороны уравновешенный Женя, с другой больный Володя. Их дружба началась еще в студенческие годы, и по прошествии лет стало еще крепче. Их часто приглашают сниматься в одних проектах. Диплом об окончании вуза Миронов получил в 1990 году, и его пожелали видеть на своей сцене сразу три театра – МХАТ, Табакерка и Театр на Малой Бронной. Естественно, он выбрал Табакерку. Миронова называют мужчиной-загадкой. Его личная жизнь окутана тайнами, которые все стараются разгадать. Артист никогда не был женат. Главными женщинами в своей жизни он называет маму и сестру Оксану. Однако любовь в жизни Евгения все же случалась и не раз. Сам он называет себя человеком влюбчивым, но при этом утверждает, что любовь никогда не была для него созидательным чувством. Скорее разрушительным, потому что не помогала в работе, а здорово от нее отвлекала. В восьмом классе Женя Миронов влюбился в девочку по имени Света Руденко. Она нравилась маме, и та уже строила планы на будущее. Но Светлана вскоре после школы выскочила замуж за другого. В Саратовском театральном училище Миронов влюбился в однокурсницу Марию Горелик, дочь коллекционера и артиста. Но скромный и ненапористый Евгений проиграл в борьбе за сердце красавицы, уверенному в себе Мишу Байтману. Тот женился на Маше и увез ее в Израиль. Позже история этого романа легла в основу мелодрамы Валерия Тодоровского «Любовь». Залечить душевные раны помогла сокурсница Вероника Садковская. На студенческом спектакле руководитель курса заметил, что Миронов не умеет целоваться. Задание исправить этот недостаток получила Вероника. Вскоре Евгений удивил преподавателей на дипломном спектакле, превратившись в озорного и темпераментного любовника. В московский период жизни, особенно в пору, когда карьера артиста стремительно пошла вверх, кого только не называли женщинами Евгения Миронова. В этот список попали актрисы Анастасия Заворотнюк, Алена Бабенко, Чулпан Хаматова, Юлия Пересиль. Поговаривали даже, что знаменитая балерина Ульяна Лопаткина едва не стала женой актера. Но никакого подтверждения от звезды, разумеется, все эти связи не получили. А в 2013-м соцсети взорвала информационная бомба о том, что Миронов и Сергей Астахов якобы вступили в брак в Германии. Совместные фото актеров тут же появились в сети. Некоторые недоброжелатели подхватили утку, объясняя долгую холостяцкую жизнь Евгения нетрадиционной ориентацией. К мужчинам Миронова вдруг причислили молодого коллегу Алексея Камашко, которому известный артист помог в карьере. Однако слухи начали развеиваться сразу же, когда раскрылся источник информации. Некоторые посвященные назвали этим источником режиссера Кирилла Ганина. Сплетни о нетрадиционной свадьбе Миронова и Астахова он решил отомстить Олегу Табакову и его талантливым ученикам. После выхода блатбастера «Вычислитель звезде» придумали новый роман, на этот раз с юной красавицей Анной Чаповской, с которой Миронов прибыл на премьеру фильма. В 2020-м артист заболел коронавирусом, ему вызвали скорую прямо после спектакля. Но сейчас здоровью Евгении ничего не угрожает. В этом же году стало известно, что у актера есть наследник, и Евгений вместе с пятилетним мальчиком посетил благотворительную акцию «Волшебный коток». Поскольку мама у Петра была суррогатной, то в воспитании сына Миронову помогает няня. Отпрыск артиста увлекается мокросъемкой и брейк-дансом. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.